Те, кто пришел в образование, чтобы работать, те, кто ощущает уже себя молодым педагогом, учителем, пусть громко потопает и похлопает. В такой игровой форме проходит посвящение молодых учителей на мероприятие с новым учебным годом или добро пожаловать в образование. Представитель Ассоциации молодых педагогов Елена Старкова уверена, для начинающего преподавателя в Прикамье есть все, чтобы расти в своей профессии. Условия созданы очень хорошие для приема молодого педагога в отрасль образования. У нас есть и наставничество института в городе Пермит. У нас есть и некоторые финансовые подкрепляющие возможности, чтобы, так сказать, дать немножко свободы. Создание комфортной среды для начинающего специалиста – один из приоритетов губернатора Виктора Басаргина. Расходы на сферу образования составляют четвертую часть регионального бюджета. Только в нынешнем году на эти цели выделено более 27 миллиардов рублей. В 2015 году эта цифра возрастет еще на миллиард. Никто не будет спорить, что даже при наличии совершенного законодательства и самого современного оборудования в системе образования ключевой фигурой развития есть и будет педагог. А это уже краевое педагогическое совещание. Губернатор говорит об изменениях в образовательной среде Прикамья. Так, в 2014 году зарплата работников дошкольного образования в среднем составляет более 23 тысяч рублей. У педагогических работников школ 31 тысячу рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Еще один плюс – готовность школ. Признателен вам и за качественную подготовку к новому учебному году. Как никогда в этом году все 1700 учреждений образования, подлежащие приемке, готовы в срок. Причем большинство из них с опережением на несколько месяцев в дни. В ближайшие годы повышение зарплат педагогов краевые власти будут продолжать. Кроме того, увеличиваются размеры социальных гарантий и льгот для учителей. Еще одна хорошая новость – с этого года молодые педагоги могут получить по 50 тысяч рублей подъемных. Это единовременная выплата тем, кто придет в школу после педагогического вуза. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.